Добрый вечер! Время вечерних новостей. О самых важных событиях в стране, а также за ее пределами, расскажем прямо сейчас. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров посетит 11-12 марта Узбекистан. Благотворительность с участием первой леди Кыргызстана. Завтра кыргызстанцы отметят День Ак-Калпака. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров посетит 11-12 марта Узбекистан. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казахпаев. По его словам, на сегодня поступило много приглашений на имя президента посетить те или иные страны с визитом. Садыр Джапаров в своем выступлении говорил, что в первую очередь намерен посетить соседние страны, сказал он. Глава МИД Кыргызстана сказал, что есть планы у президента Кыргызстана посетить Таджикистан, Туркменистан и Китай. Казахпаев сказал, что визит будет организован в удобное для обеих сторон время. Напомним, что свой первый зарубежный визит в качестве главы государства Садыр Джапаров 24-25 февраля совершил Российскую Федерацию. После 2-3 марта президент Кыргызстана совершил государственный визит в Республику Казахстан. За прошедшие сутки летальных случаев не зафиксировано и выявлено новых 54 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и вне больничной пневмонии, сообщает в республиканском штабе. В столице больше всего зараженных – это 26 случаев. Далее в Чуйской области 10 человек, в Исокульской области 7, в Нарынской области 4, в Джалабадской области и Баткенской областях по одному случаю выздоровели 57 пациентов. С 9 марта в школах за партой вернутся ученики 2-3 и 4 классов. Обучение будет проходить в традиционном режиме и без деления на группы. А уроки будут идти с такой же продолжительностью, как и до пандемии – 40 и 45 минут. Почти ровно год назад, 8 апреля 2020 года, страна ушла на карантин в связи с пандемией коронавируса COVID-19. И все учебные заведения и дошкольное образование ушли в режим онлайн. 18 января текущего года в школу пошли ученики 1, 5, 9 и 11 классов. Дети обучаются в режиме реального времени. И сейчас 9 марта в школу пойдут школьники 2-3, 5 классов. Остальные же ученики пойдут поэтапно обучаться в школах и будут сидеть за партой, как обычно. Мэрия столицы усиленно работает по возобновлению оффлайн-обучения для всех детей. Как только эпидситуация позволит полностью перейти на обычный режим обучения в школах. Вышел приказ управления образованием, приказ на основании решения городской, чрезвычайно противоэпидемиологической, противоэпизоотической комиссии при мэрии города Бишкек, которые на основании решения ЦГСН приняли следующее решение 9 марта выпустить начальную школу. По приказу ежедневно будет проходить медицинский осмотр детей, которые будут обучаться. И каждый день до 5 часов мы будем собирать сводку о росте заболеваемости. Приказ о возобновлении обучения уже подписан. И это второй этап возобновления обучения в школах. При этом городское управление здравоохранения и Центр госсанэпиднадзора Бишкека будет следить за эпидемиологической ситуацией в школах и детских садах, а также анализировать заболеваемость ОРВИ и COVID-19. 2146 школ обучаются в реальном режиме. Из них с 1 по 11 класс – это 2019 школ. И 96 школ, они у нас учатся сейчас именно по городу Бишкек, они проходят по этапам обучения, потому что так как это называется «красная зона», где скапливается массовое скопление обучающихся детей. Поэтому с 9 марта по информации мэрии города Бишкек учатся у нас с 1 по 5 классы полностью. И 9, 11 классы не обучаются, то есть в онлайн режиме обучаются у нас 6, 7, 8, 10 классы. На сегодня директора районных центров образования через руководители общеобразовательных организаций проводят разъяснительную работу с родителями о том, что возобновляется учебный процесс. В кабинетах школ, где дети будут обучаться, проводят дезинфекцию. Марьям Янфу, Санчар Джолдышпек, Улу, СТВ, город Бишкек. Антикоррупционной службой Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана в рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в сфере энергетики выявлен факт вымогательства должности у руководства Открытого акционерного общества Национальная электрическая сеть Кыргызстана, сообщает пресс-служба ГКНБ. Установлено, что один из руководителей структурных подразделений путем шантажа и угроз предания огласки якобы имеющегося у него компрометирующих сведений, а также оказания воздействий через депутатов Чумур-Ку-Кенеши и других высокопоставленных должностных лиц требовал у руководителей НЭСК назначить его на вакантную должность директора одного из филиалов. 3 марта 2021 года в рамках досудебного производства подозреваемый задержан и водворен ВВС СИЗО ГКНБ Кыргызстана. Ведется следствие. Сегодня в столице на центральной площади Аллато прошел парад национальных костюмов. Акция приурочена ко дню Ак-Калпака. Который ежегодно отмечается в стране 5 марта. Подробнее о входе мирного марша расскажет моя коллега. Деятели искусства, спортсмены, воспитанники музыкальных учреждений, представители государственных учреждений, студенты и горожане в национальных костюмах прошлись мирным маршем на площади Аллато. Парад возглавляли солдаты национальной гвардии. В честь юбилейной даты празднования дня национального головного убора было организовано праздничное мероприятие. Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманали во время своего выступления отметил, что подобные торжества объединяют кыргызстанцев и помогают сохранить неповторимую культуру кыргызов. Все, начиная от аксакалов и до молодежи, сегодня в аккалпаках и в национальных одеждах украшают центральную площадь. И, как говорили наши предки, нужно беречь свою культуру, традиции и с гордостью носить белый колпак, оставленный нам в наследие. Когда одевали аккалпак, все знали, что это кыргыз. И не зря говорили, чтобы всегда на голове мужчины был аккалпак, а женщины – белый елечек. Неофициально день аккалпака начали праздновать с 2011 года. Инициатором учреждения данного праздника выступил режиссер Респек Джабиров. По его словам, аккалпак – один из национальных символов, не должен забываться следующими поколениями, поэтому и должен быть удостоен своей отдельной праздничной даты. Это праздник нации, это праздник зарождения национальной культуры, это праздник национальной ценности. Я очень рад, Министерство культуры и общественные деятели организовали такой праздник. Поздравляю всех кыргызстанцев с таким замечательным праздником, праздником этнокультуры кыргызского народа. Сегодня в ходе парада были представлены также все виды национальной одежды кыргызов. По словам Эльнуры Кулиевой, данный марш организован в целях популяризации наследия предков, которые нужно передать потомкам. За последние 2-3 года национальной одежде кыргызов стало уделяться мало внимания, и только 5 марта мужчины одевали аккалпак. В этой связи, чтобы популяризировать национальные наряды, мы организовали и провели на празд национальных одежд, и мы надеемся, что это станет привычкой и это станет хорошей традицией. Для организации данного мероприятия ушло 20 дней. Для того, чтобы принять участие на параде, приехали представители Федерации Салбурун. По данному случаю Нурсултан Кульбаев приехал специально из Иссыкульской области. По его словам, кыргызы богаты своей идентичной культурой и историей, и несомненно, ее нужно беречь. Мы приехали специально для того, чтобы принять участие на параде. Так как мы кыргызы, то должны чтить свои ценности. К примеру, мы часто бываем в других странах, и там нас сразу узнают из-за того, что у нас аккалпак. Нас различают от других наций. В рамках организованного праздничного концерта артисты и исполнители сыграли различные произведения и мелодии на национальных музыкальных инструментах. По данным юных участников мероприятия, подобные торжества еще больше развивают чувство любви и патриотизма к родине. Приятно было и то, что в данном параде активное участие приняли молодежь столицы. Я думаю, это очень важно, потому что аккалпак – это наша символика, это наш культурный артефакт. Это очень важно для всякой культуры, для всех культур. И мне кажется, такие мероприятия очень важны, потому что ты понимаешь свою уникальность, своих костюмов, самобытность, своей культуры, своих каких-то уникальных вещей, истории. И поэтому, мне кажется, это крайне важно. Аккалпак издревле считается традиционным мужским головным убором кыргызов, наследием предков и заключает в себе глубокую национальную философию. Его форма и узоры не менялись годами и передавались из поколения в поколение. По ним кыргызы узнавали о возрасте и статусе владельца головного убора. Я ежегодно принимаю участие в мероприятиях, посвященных Аккалпаку. Всегда одеваю национальный головной убор детям и внукам. И я сама одеваю национальную одежду, участвую на парадах, маршах. Молодежь должна помнить свои обычаи и традиции. Носить колпак нужно всем. И, пользуясь случаем, желаю всем мира, добра и спокойствия. Сегодня в мастерских Кыргызстана данные головные уборы изготавливают различных фасонов, от праздничных до повседневных, для мужчин всех возрастов, от детей до аксакалов. Существует около 80 видов Аккалпака. В рамках сегодняшнего мероприятия также была организована ярмарка, где рукодельницы продавали национальный головной убор и одежду собственного изготовления. Праздник в честь национального головного убора кыргызов белого колпака, установленный постановлением Джогурку-Кенеша Кыргызстана от 29 июня 2016 года, отмечается в целях сохранения значимости национального головного убора. Сегодня первая леди Кыргызстана Айгуль Джапарова посетила реабилитационный центр «УМЮТ». Таким образом, она морально и материально поддержала подопечных центра. Подробности расскажет Рахат Батребекова. 27-летний Владимир Лыткин страдает аутизмом. К сожалению, его также коснулась болезнь легких, на лечение которого требуется немалая сумма денег. Поэтому специалисты центра «УМЮТ» обратились за помощью в разные организации. И сегодня желающие помочь, то есть спонсоры, посетили центр, привезли необходимые продукты питания и оказали финансовую поддержку. Сегодня нам оказали финансовую помощь, а также вручили пять колясок продукта питания. Спасибо спонсорам. Пусть Кыргызстан развивается, и должное внимание всегда оказывается детям с ограниченными возможностями здоровья. Но здесь есть и другие дети, которым требуется поддержка разного рода. Для этого специалисты организации проделывают огромную работу, чтобы хоть как-то помочь своим подопечным. Как видите сами, у нас особенные дети. Их около 100 человек. Они здесь получают образование, есть развивательные кружки. Обязательно это все делится по возрастному категорию. Отметим, данный центр принимает детей с ОВЗ абсолютно со всех регионов страны. И для сегодняшних гостей воспитанники центра приготовили небольшой праздничный концерт. Произведенные продукты питания в Таласковой области экспортируются в Россию и в Казахстан. В прошлом году объем экспортируемых товаров страны СНГ значительно снизилось относительно 2019 года. По данным специалистов, это связано с пандемией коронавируса и введенным с ним карантином. Какие товары, произведенные в регионе за 2020 год, были экспортированы, узнаете в следующем материале. Предприятие Таласюд за сутки перерабатывает 18-19 тонн молока. В вышеотмеченном заводе работают 70 сотрудников, которые производят различные виды молочных изделий, из которых сухое молоко и сливочное масло экспортируются в Россию и в Казахстан. В 2020 году на нашем заводе было произведено 420 тонн масла, сухих сливок 662 тонны. Произведенные продукты питания экспортируются в Россию и в Казахстан. В 2020 году в Россию было экспортировано 126 тонн масла, сухих сливок 21 тонн и в Казахстан 23 тонны сухих сливок. Для нашего предприятия 2020 год дал хорошие показатели и в будущем мы планируем улучшить эти показатели и улучшить деятельность завода. Стоит отметить, предприятие в срок оплачивает налоги и отчисления в соцфонд. За 2020 год из Таласской области в Россию и в Казахстан было экспортировано 700 тонн масла, 300 тонн голландского сыра и 500 тонн сухого молока. И сейчас в регионе уделяется большое внимание открытию средних и крупных предприятий. В 2019 году были открыты 102 средних и малых предприятий. Более тысячи человек были обеспечены работой. В прошлом году в реализацию вошли 79 малого и среднего бизнеса. В результате появилось 600 рабочих мест. Показатели снизились из-за пандемии коронавируса. И в этом году планируем все свои силы и средства, к примеру, фонда развития Таласской области направить на развитие среднего и крупного бизнеса. За прошедший 2020 год объем товара оборота составила 600 миллионов сом, из которых 160 миллионов сом – это экспортируемые товары, ну а 400 миллионов сом – это объем импортируемых страну товаров. Все основные виды товаров составляют овощи и фрукты. В Казахстане было экспортировано более 2000 тонн яблок, 200 тонн картофеля, также более 100 тонн клубники, 1 тонн муки, 60 тонн помидоров, более 85 тонн болгарского перца и другие. Также из нашего региона в Россию и в Казахстан экспортируются молочные продукты. Их объем в 2020 году составило более 700 тонн масла, а также голландский сыр и сухого молока. Стоит отметить, в текущем году планируется открытие в регионе средних и крупных предприятий, которые обеспечат работой местное население. Неизвестный ранил ножом 8 человек. Сильное землетрясение в Фессалии. Взрыв у коронавирусной лаборатории. Курьер поймал выпавшую с 12 этажа девочку. Подробности далее. 8 жителей города Ветланда, расположенного в Южной Швеции, получили в среду ножевые ранения в результате нападения неизвестного. Злоумышленник был задержан. Полиция возбудила дело о покушении на убийство и проводит проверку возможных террористических мотивов нападавшего. Сам он находится в больнице, так как получил ранение при задержании. Ян Йханссон, член городского совета. Я считаю, что случившаяся в нашем городке большая трагедия. Я не верю своим глазам, настолько это ужасно. Я потрясен. Мне звонили знакомые и сказали, боятся выйти из дома по делам. Это ненормально. Восемь пострадавших получили ранения разной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Полиция оцепила пять мест, связанных с совершением преступления. Землетрясение Магнитудой в шесть баллов произошло в Греции в среду в полдень по местному времени. Его эпицентр находился недалеко от города Лариса, административного центра области Фессалия в центральной Греции. За основным толчком последовал сильный авторшок Магнитудой в 5,3 баллов, а затем еще 20 небольших толчков. В городке Илласон пожарные спасли из-под завалов пожилого мужчину, который не успел вовремя выйти из дома, так как он не может передвигаться без посторонней помощи. В том же населенном пункте в одной из школ обрушилась внутренняя стена, но дети успели выскочить наружу. На всякий случай глава города распорядился закрыть в среду все учебные заведения. По указанию премьер-министра Греции Переакоса Мицатакиса в Фессалю направилась правительственная комиссия для изучения ситуации на месте. Карантинные меры в Германии продлили до 28 марта. Такое решение приняли 3 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель и руководитель 16 федеральных земель на совещании в режиме видеоконференции. По последним данным, темпы заряжения в стране несколько увеличиваются. В марте могут открыться уличные рестораны, музеи и кинотеатры. Но решения остаются за регионами и будут зависеть от темпов заболеваемости. Власти Италии закрывают школы в регионах Красной зоны, где скорость распространения инфекции наиболее высока. Сейчас в стране ежедневно отмечают по 15 тысяч новых случаев, большинство из которых вызваны британским штаммом. Во Франции правительство обещает пока не вводить карантинные ограничения в Париже и столичном регионе. Тем не менее, десятки департаментов, включая крупнейшие города, остаются под особым надзором. В России коронавирусные отделения многих больниц возвращаются в обычный режим работы. Число ежедневно выявляемых в стране случаев все еще превышает 10 тысяч, но по официальным данным постепенно снижается. Смертность за последние несколько дней выросла. В среду скончались 452 человека. К северу от Амстердама прогремел взрыв возле лаборатории, где брали тесты на коронавирус. Никто не пострадал. Взрыв произошел утром до открытия. У здания порвижден фасад и выпито несколько окон. На месте полиция обнаружила остатки самодельного устройства. Это уже не первое нападение на коронавирусные лаборатории в Нидерландах. В конце января, в первую же ночь комендантского часа, участники акции протеста подожгли центр тестирования в городе Урк. В стране периодически проходят массовые выступления противников карантинных мер. Часто они заканчиваются столкновениями с полицией. Другие пытались бороться в рамках закона, оспорив обоснованность ведения комендантского часа. В конце февраля апелляционный суд подтвердил право правительства вводить ограничения. При этом в среду власти Нидерландов сняли некоторые из них. Например, откроются парикмахерские и салоны красоты. Могут зазобновить работу и непродуктовые магазины на очень жестких условиях. Во Вьетнаме курьер службы доставки случайно поймал ребенка, который выпал с 12 этажа многоквартирного жилого дома. Как сообщает газета Vietnam Times, случай произошел 28 февраля в городе Ханое. Двухлетняя девочка перебралась через перила балкона и повисла на большой высоте. Работник курьерской службы Нгуен Гок Манг находился в машине, когда услышал крики людей. Он молниеносно забрался на козерек над первым этажом и вытянул руку, в которой и приземлилась девочка. Я выскочил из машины, перелез через забор и залез на крышу. Как оказалось, выбрал удачное место. Она упала мне прямо в руки. Под нами проломилась крыша. Я прижал ребенка к себе, она все-таки сильно пострадала. Да и я был в шоке. В те секунды думал только о том, чтобы поймать ее. Больше ни о чем, рассказал мужчина. Сообщается, что ребенок упал с высоты примерно 50 метров. Согласно отчету медиков, у пострадавшей сломаны руки и нога. Врачи оценили ее состояние как стабильное. У мужчины зафиксировали растяжение связок. В социальных сетях 31-летнего спасителя назвали настоящим героем. За смелый поступок ему выразил благодарность премьер-министр страны. Он предложил наградить мужчину. На этом у меня все. В студии работала Исла Мурзакова. Ну а далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok